Доброе утро, дорогие друзья! 22 июня 2022 год, лето, солнце. Я надеюсь, настроение у вас хорошее. Ну а если не очень, мы с Полиной вам его сегодня постараемся поднять. Просыпайтесь, будет интересно. Итак, день сегодня, конечно же, особенный для нашей страны и, в общем-то, не побоюсь этого слова, для всего мира в целом. 22 июня 1941 года началась самая страшная, пожалуй, война в истории человечества. Не только нашей страны, но всего человечества. Великая Отечественная война. Вторая мировая война началась чуть раньше, 1 сентября 1939 года. Но основные бои и победа случилась после начала Великой Отечественной войны. И, конечно, в этот день в нашей стране принято вспоминать о погибших, о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы мы с вами жили. Этот день считается днем памяти и скорби. В этот день, 22 июня, германские войска перешли границу Советского Союза и атаковали советские вооруженные силы. Германская авиация бомбила нашу страну на всем ее протяжении. Бомбили Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. Война закончится. Закончится в 45-м году, 9 мая. Мы все это прекрасно знаем. Но 1418 дней кошмара никто никогда в жизни не сможет вычеркнуть из истории нашей страны. Хотя многие сейчас пытаются это сделать. И вычеркнуть это нельзя, хотя бы потому, что эта война унесла жизни почти 27 миллионов человек, советских граждан. Это только в нашей стране. 27 миллионов. Вы вдумайтесь в эту цифру. 18 миллионов человек гражданского населения. Людей не военных, не желающих воевать. Это наши бабушки, наши матери, наши дети. Гражданское население. Сегодня, 22 июня, по всей стране проходят различные мероприятия, акции, посвященные памяти о той страшной войне. А что приготовил для жителей Одинцовский округ? Давайте посмотрим сюжет о дне памяти, который подготовили наши коллеги. Красногорский и Одинцовский. Два округа, два берега, которые соединяет мост. На каждом живые картины и свечей. Волонтеры и общественные организации приняли участие в патриотической акции «Такое все дышало тишиной». За несколько часов до рассвета ребята выложили две композиции. Советские солдаты, которые ушли на фронт, и журавли, как символ памяти. Очень важно, что эта инициатива по акции пошла от самой молодежи. В буквальном смысле ребята из Красногорска и Одинцова собрались, определили, что эта акция будет проходить именно ночью, 22 июня. Определили формат, определили количество участников, взяли на себя всю организационную работу. И провели такую эмоциональную, я считаю, очень важную акцию. Это еще раз доказывает нам то, что независимо от возраста мы помним славные подвиги наших предков. Мост как символ единения. Звенящая тишина, метроном и первая свеча, зажженная волонтерами, а вместе с ней и 4000 остальных в память о тех, кто не вернулся с войны. Мы с инициативной группой Красногорска решили своим примером показать, что сейчас такое время, что вся страна должна объединиться, сосед с соседом, брат с братом, враг с врагом. И на своем личном примере решили провести такую акцию и подать, наверное, другим пример. Тема единения, несомненно, стала ключевой, отметили организаторы. В знак своей благодарности ребята прочитали произведения о героях войны и почтили их память минутой молчания. В этом году мы выбрали именно философию такую, что с одной стороны, во-первых, мост соединяет два берега, два берега реки, два округа, объединение молодежи, объединение страны, объединение этой памяти. С одной стороны, у нас уходят солдаты на фронт в 1941 году, проходит этот путь, путь света, огня, смерти, радости, которая там была. И, конечно, в финале моста журавли – это как символ вечной памяти, которая все равно никогда не умрет. По всей стране в это утро зажигаются миллионы свечей в знак памяти подвигов советских солдат. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Дорогие друзья, чтобы с нами больше никогда не повторялись самые страшные моменты нашей истории, мы, конечно, должны о них помнить и никогда не забывать. И что немаловажно, нужно не только помнить, но и думать о том, что каждый из нас может и должен сделать для того, чтобы кошмар самой страшной войны в истории человечества ни в нашей стране, ни где-либо еще в мире не повторился. И очень важно молодежи прививать уважение к подвигу наших предков. Сегодня у нас замечательные гости из Одинцовского молодежного центра. Юрий Тарасов, заместитель директора центра, и методист Ярослав Тушко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сегодня день у вас тяжелый, вы, наверное, и не ложились. Я думаю, что по глазам... Ну, очень бодро выглядите. Выглядите хорошо. Ну, мы, конечно, к акции, которую ваш центр сегодня проводил ночью, рано утром, да, в честь Дня скорби и памяти, еще вернемся. Но вначале мне хотелось бы, чтобы вы рассказали и нам, и нашим телезрителям о вашем центре. Так, вкратце, чем вы занимаетесь? Наш центр живет очень насыщенной жизнью. Ну, не считая сегодняшние рабочие сутки, в котором мы проводим три мероприятия, мы еще занимаемся волонтерами. То есть у нас большой контакт со школами, с молодыми ребятами, которые еще, может быть, думают, чем заняться в жизни, и мы помогаем им, то есть даем какие-то направления. То есть вы их организовываете? Конечно, да. И предлагаете им какие-то варианты помощи, может быть, кому-то. Да, мы показываем такие некоторые направления, они уже делают выбор, да, что им по душе и как бы дальше двигаются сами. А какие есть направления, прошу прощения? Ну, например, у нас есть замечательный медиа-центр. Для тех, кто хочет снимать, заниматься фотографией, видеосъемкой, различные интернет-трансляции. Также это патриотика, то есть это поездки в лагерь Артек, многие остаются работать там вожатыми. Ну, вообще, востребован ваш центр среди молодежи? Им интересно? Очень. С вами сотрудничать. И нам с ними интересно. Потому что вам с ними интересно, я понимаю. А им интересно с вами? Разумеется, конечно. Ну, вообще, как вы считаете, необходимо нам сейчас в нашей стране патриотическое воспитание? Не много ли его сейчас? Или, может быть, наоборот, мы где-то что-то уже упустили и сейчас нужно как-то наверстывать? Как вы считаете? На самом деле, любовь к родине, как ее не называй, хоть патриотизм, может быть, как-то еще, она все-таки, ну, я так думаю, должна быть в сердце у каждого человека. Не зря существует такая пословица, где родился, там и пригодился. Ну, это народная мудрость. Поэтому, я думаю, нужно любить место, где ты родился, где ты вырос, где твои родители, где ты учился в школе, твои друзья. Ну, это как такая некая основа твоя. Может быть, дальше ты в жизни сменишь это место жительства, но, тем не менее, твоя родина всегда будет единственной. То есть, это место, которое ты, в принципе, не можешь изменить уже в душе у себя. Как и родители родину выбирают. Да. Да. Ну, а это понятно все. Но вообще, вот, патриотическое воспитание, оно же не заканчивается просто любовью к родине. Да, это и уроки истории, которые мы прошли, в нашей стране прошли. Это и правильное восприятие этой истории. Да, мы сейчас сталкиваемся очень много как раз с той проблемой, что историю переписывают, преподносят ее в том свете, в котором нужно преподнести. Некие партнеры. Да, некие, да, недружественные, как говорит наш президент, партнеры. Да, вот. А ребенок, он же как губка, он все впитывает, он воспринимает. И здесь очень важно не просто там сказать, это березка, это вот домик бабушкин, вот твоя родина, сынок. Здесь очень важно объяснить ребенку, почему нужно любить родину, за что нужно любить родину, за что погибали твои предки, какие ценности они защищали. И, может быть, даже объяснять, а какие ценности защищать не нужно. А наоборот, нужно бороться с тем, чтобы этих ценностей в нашей родине не было. То есть это гораздо более широкое, я к чему говорю, это гораздо более широкое понятие. Вот ваш центр этим занимается? Конечно. Такого рода воспитанием? А как вы воспитываете вашу молодежь? Самое простое, это, например, показы фильмов, наших, разумеется, отечественных фильмов, где история показана так, как она была на самом деле. Но мы все знаем, что, как вы сами сказали, действительно переписывают историю в учебниках. И не только. К сожалению, да. И телевидение, интернет, ну, в общем, полно. Да, сейчас очень много информации, поэтому молодому человеку, если перед ним открыт весь доступ этой информации, он может там, ну, как бы, уплыть, утонуть и взять за основу какие-то другие вещи. Выбрать неверный курс. Ну, да, что-то такое. Мы, со своей стороны, разумеется, показываем, ну, скажем так, вот я учил историю в школе, вот там было написано те события, о которых я мог спросить у деда. Вот так примерно. Дед мой воевал, и я могу примерно там сопоставить как-то. И мы, детям, которые приходят к нам в центр, мы стараемся именно вот в таком ключе преподносить эту информацию. Но при этом никто не мешает показывать им, как это правильно сказать, ну, что творится, что... И запрещает. Да, да, имей в виду, что... Да, имей в виду, что... Использовать, да, ну, абсолютно правильный подход, да, что, собственно говоря, ты должен самоопределять, что правда, что неправда. Не навязывать, да. А вот, кстати, вы интересную тему такую затронули. Я понимаю, ветеранов очень мало осталось, и они в очень таком преклонном возрасте. А вы не организовываете какие-то встречи с ветеранами, может быть, в преддверии 9 мая организовывали что-то, чтобы дети могли действительно, а это действительно очень важно, пообщаться с источником, так сказать, той правды и той истины, которую сейчас пытаются исказить. Да. Как я уже сказал, наше чудесное направление патриотическое. Значит, мы, кроме того, что эту встречу можем организовать, например, приурочив ее к какому-то празднику, к Дню Победы, мы также и навещаем ветеранов. Помогаете, помогаете, да? Этим занимаются также волонтеры, либо мы, сотрудники, совместно с волонтерами приезжаем домой. Замечательно. Ну, мы, конечно, заранее договариваемся с родственниками, потому что многие, на самом деле, правда, им тяжело и говорить. Это даже часто просто уже лежащие люди, поэтому только через родственников. Но, тем не менее, все равно я представляю, насколько им это приятно, то, что молодое поколение, молодежь ценит, помнит. Ну, я думаю, что о войне, ну, во-первых, мы вернемся еще, да, к акции, которые вы сегодня проводили. Но о войне не нужно забывать никогда об этой страшной войне. Не только на 9 мая, так сказать, отложить, да? 9 мая, да, не отдадим, и 22 июня. А все остальные дни будем чем-нибудь другим заниматься. Мне кажется, в этом нужно помнить всегда, и ветеранам нужно помогать каждый день. Но кроме, скажем так, Великой Отечественной войны, кроме Дня Победы, какие-то акции, приуроченные, может быть, другим праздникам. Кстати, я вот знаю, сейчас был День России, у вас была акция, да? Да, да. Что за акция, расскажите. Мы, значит, на площади перед администрацией разложили триколор из трех лент. Длина одной ленты составляла порядка 150 метров. Это очень масштабно, очень красиво. Мы все это сняли, аэросъемка была с Поптера. Не только вы сняли, и мы сняли. И мы сняли, у нас есть сюжет. Давайте посмотрим, дорогие друзья. А акции, о флешмоб ко Дню России. Да, и вернемся в студию. Российский триколор длиной в 150 метров растянули в День России на центральной площади Одинцова. «За наших» – такое название получила патриотическая акция, участие в которой приняла активная молодежь нашего округа. Великий праздник, День России. Это моя страна, я в ней живу, я выступаю на соревнованиях, представляю Россию на международных соревнованиях, я ее очень люблю. Объединить молодежь, поддержать российских военнослужащих и показать свою любовь и преданность отчизне. Именно для этого решили провести акцию. Для нас это очень важный праздник, потому что мы любим свою страну, молодежь поддерживает движения, которые происходят в нашей стране. И этой акцией мы объединяемся все вместе и выражаем свою солидарность нашей Родине. Никто не остался в стороне. Интерес к акции возник и у обычных прохожих. Все активно подходили помочь растянуть российский триколор в форме буквы «З». Объединить народ действительно получилось. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Замечательная акция. Мне кажется, и нужная, и необходимая, и патриотичная. И очень красиво получилось. И соответствующая празднику. Да. Еще что-то интересное? Какие-то еще мероприятия? Ну, по секрету, небольшому секрету, мы планируем провести день молодежи... Даже не так. Фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Так. А это у нас какого числа День молодежи? Это будет проходить в августе. В августе. Там есть такой праздник, он называется Всемирный День молодежи. Всемирный День молодежи. Мы к нему приурочим. И это будет очень масштабное мероприятие. Мы обязательно снимем сюжет. Масштабный будет в рамках нашего округа? Да, в рамках нашего округа будет много локаций, будет какой-то хедлайнер, о котором мы уже понимаем, но пока не скажем. Давайте мы вот что сделаем. Мы ближе к делу, как говорится, вас пригласим еще раз. Обязательно. И мы вам более подробно расскажете и про эту акцию, и, может быть, нас подготовите, и мы как-нибудь примем участие. Конечно. Мы тоже очень молодые, очень активные. Я не имею в виду телеканал ОТВ, а вообще наших телезрителей. И они, наверное, тоже захотят поучаствовать, так сказать. Но это то, что будет. А то, что было, что еще интересного происходило с вами за последние месяцы? Мы проводили два крупных автопробега. в марте и в мае месяце. Значит, на первом автопробеге было собрано порядка 50 автомобилей. Все это сопровождалось веселой патриотической музыкой из окон машин. Мы, значит, везли флаги. Это было очень красиво, много. И мы, кажется, тоже попали в какой-то сюжет. Это было... Воссоединение. Да, годовщина. Да, годовщина присоединения Крыма к России. Возвращение Крыма к России. Возвращение, да. Да. Ну, смотрим сюжет. Репортаж. Участники автопробега в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России и в поддержку наших военных разворачивают флаги и наклеивают буквы «З» на свои машины. Организовать патриотическую акцию решили в Одинцовском молодежном центре. Я имею очень большой опыт в организации именно автоквестов, автопробегов, челленджей. И по опыту работы знаю, что для молодежи это очень популярное направление. А так как сейчас нам как никогда важно поднимать дух, быть вместе, рядом. И чтобы это было интересно и актуально для молодежи, мы вот в таком формате это проводим. Сама Анастасия тоже участвует в автопробеге. Всего в колонии первые три автомобиля, которые выдержаны в цветовой гамме российского триколора, более десяти машин. Самих участников порядка пятидесяти. Основной возраст от восемнадцати до двадцати четырех лет. Но есть молодежь и постарше. Все, кто решил прокатиться с ветерком по городским дорогам в пятницу вечером. Мы выбирали маршрут, чтобы максимально сократить количество времени и не стоять в пробках в пятничное время. Маршрут составил более сорока километров. Автоколонну участников акции можно было увидеть на основных магистралях Одинцова в течение почти двух часов. Ярослав, хочу задать вам вопрос. Как давно вы в центре? Вот вы молодой парень. И что вас туда вообще привело? Как случилось так? В Одинцовском молодежном центре я начал работать с марта 2022 года. Все достаточно просто. Наш центр – это одна большая семья с знакомыми, в том числе и незнакомыми людьми. И все нас свело вместе. Это молодежь, культура и, в общем-то, в принципе, творчество. С момента давних лет, в общем-то, можно так сказать, да, еще с малолетства какого-то. И вот так нас вела судьба. Вы всегда были такой с активной жизненной позицией, да, молодым человеком? Безусловно. А чем вы занимаетесь в этом центре? В этом центре я занимаюсь организацией и разработкой крупных мероприятий, акций, фестивалей, каких-то в целом праздников, отдельных площадок на этих праздниках. Ну и, безусловно, мы в целом, так как мы одна большая дружная семья и команда, работаем вместе на всех мероприятиях, у каждого свое направление есть, но мы разносторонние личности, работаем на всех мероприятиях. А волонтерством занимаетесь? Безусловно. Мы как сотрудники, так и волонтеры. Ну расскажите о каком-нибудь последнем, недавнем, добром деле, которое вы сделали. Я думаю, что одно из последних дел и для меня, и для всех, это на данный момент сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса, с Украины, пострадавших. И я думаю, что это не просто доброе, это в целом большое и очень важное и нужное дело для каждого гражданина. К сожалению, это такое трагедия и такое горе огромное, которое, естественно, в нашей стране мы переживаем все вместе, как это вообще водится у нас испокон веков. Да, и надо отдать вам должное, что вы этим занимаетесь, большие молодцы. Хотя, наверное, сейчас вся страна, мне кажется, этим занимается в той или иной степени. Да, очень много неравнодушных людей. Все пытаются помочь. Приносим же люди обычные. Да, да, да. Кто-то приносит, кто-то собирает это все в наборы, кто-то делает и то, и другое. А есть какие-то списки, что требуется, да? Да. Есть списки продуктовых наборов и продовольственных товаров, там, хозяйственных. Ну да, да, и какие-то личные вещи же. Ну, раз мы опять вот вернулись к таким темам, темам войны, трагедии, горя, давайте расскажите тогда про акцию, которая сегодня ночью прошла, в День памяти и скорби, да? Напоминаю, что сегодня 22 июня, и сегодня мы вспоминаем начало войны. 81 год назад началась Великая Отечественная война. И вот ваш центр сделал акцию. Какую? Это большое совместное мероприятие, молодежная патриотическая акция «Ко дню памяти и скорби», которая проходила между Красногорском и Одинцово. Два округа, молодежь двух округов. Округов? Округов. Ничего страшного. Собралась вместе, чтобы почтить память погибшим, погибшим воинам. И я думаю, что это не только о войнах идет речь, и о матерях этих воинов. Ну, конечно. Сегодня программу начали с того, что 27 миллионов человек погибших в Советском Союзе, было и 18 миллионов, 18 миллионов. Это гражданские люди, не военные, это не солдаты, это женщины. Да, мирные жители. Старики, дети, это мирные жители. 18 миллионов. Они не хотели не воевать, они не умели воевать, они не ждали здесь врага на этой территории, они хотели любить свою родину, воспитывать своих детей, работать, пахать. А они погибли, 18 миллионов. Это страшная цифра, страшная. И еще раз повторю, забыть об этом мы просто не имеем права. Но у вас сегодня насыщенный день, да? Вы сейчас к нам, как говорится, с акции, к нам, а отсюда куда поедете? Поедем в Зенигород. Так. Там мы проводим аналогичную акцию. То есть выстраиваем из лампады образы солдат. Все это, опять же, снимаем. Вечером у нас еще одна акция. Вечером еще одна? Пол седьмого, да. В каком парке? В парке Лазутиной. Лазутинка. В нашей Лазутинке, да. Отлично. Значит, у вас сегодня, да, ваш центр, три акции. Вот мы 12 ночи, да, и до... В 12 ночи, наверное, будете на ногах, сутки. Ну, ничего, благое дело, оно требует, как говорится, самоотдачи. Юрий, скажите, пожалуйста, а вообще большое количество молодежи охватывает ваш центр? Конечно. Например, в нашем направлении волонтеров, насколько я знаю, порядка 500 человек сейчас задействовано. Ну, это школьники, и сейчас уже какие-то студенты появляются теперь. Ну, это только в волонтерстве. А в целом, конечно, охват молодежи, это вся молодежь Одинцовского городского округа, в том числе и не только самого Одинцова, и Звенигорода, и Трегорка, там, да, то есть все-все-все. А центр находится в Одинцово? Да, да. А у вас какие-то, может быть, есть представительства в других городах округа, нет? Пока нет. Пока нет, но все впереди. Ну, вы планируете расширяться. Мы же только начали. Хорошо. Я думаю, что это дело хорошее, кстати. Да. А возрастной диапазон участников? От 14 лет. От 14, то есть в ваши ряды можно вступить уже по достижении 14 лет. Ну, и, соответственно, это до 18 или... В целом, молодежь, это от 14 до 35 лет. А, да? Но волонтерство, это же не только молодежь. Да. Волонтерство, это люди с активной социальной жизненной позицией, которые от 7 лет и 99 старше. То есть в любой возраст. В частности, у нас есть серебряные волонтеры. Да, 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 да. Это замечательные женщины, которым кому-то 70 лет, кому-то чуть больше, чуть меньше. Они приходят, помогают, они фасовали вместе с нами гуманитарную помощь по коробкам. Направлений у волонтерства очень много. Это и волонтеры Победы, волонтеры Культуры, волонтеры Медики, медиаволонтеры. А все это объединяет в нашей Московской области волонтеры Подмосковья. На нашей базе находится региональный ресурсный центр Одинцова. Угу, поняла. А вот видишь, Денис, я еще причисляюсь к молодежи, а ты уже нет. Тебе сказали, до 99 лет можно. Но волонтером я могу быть. Ребят, спасибо большое, что вы приехали к нам сегодня. Не смеем вас больше задерживать. У вас сегодня куча работы. Работы полезной, нужной, необходимой нам всем. Спасибо вам большое за вашу деятельность, за то, что вы делаете, за то, что вы воспитываете нашу молодежь, за то, что вы действительно помогаете и ветеранам, и пострадавшим людям в этом вот сегодняшнем, да, в нашей сегодняшней действительности, к сожалению, она такова. Но надеюсь, что скоро все изменится. А вы большие молодцы. А вы большие молодцы. Будем помнить, будем чтить. Сегодня у нас в гостях ребята из Одинцовского молодежного центра. Это заместитель руководителя Юрий Тарасов и Ярослав Птушко, методист центра. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо вам. И ждем вас в августе. Обязательно. В начале августа расскажете про День молодежи. Ну, а с вами мы увидимся буквально через секунду. Денис, а чем еще примечательен сегодняшний день? Давай я расскажу тебе и нашим телезрителям. Давай. Сегодня очень интересный славянский ведический праздник. Называется он День скипера змея или Змеиный день. По народному календарю этот день приходился на пору змеиных свадеб. А еще в этот день многие люди видят духов и призраков. Интересная, конечно, у тебя подборка. Честно говоря, на змеиной свадьбе совсем как-то не хочется побывать. А вот в духов и призраков лично я не верю. А вот во что я верю, ну, наверное, в гороскопы. И вам рекомендую делать то же самое. Так что давайте-ка сейчас вместе посмотрим нашу рубрику про гороскоп от Виктории Штельхорн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхорн. Сегодня в рубрике про гороскоп посмотрим рекомендации от карт на грядущий день для всех знаков зодиака. Начинаем с Овну. Овны, девятка кубков рекомендует вам сегодня вспомнить, какой вы молодец. Ну, правда. Порою мы сами не замечаем, чего мы достигли. Порадуйте себя сегодня. Позвольте себе, возможно, отдохнуть. Осознайте свои достижения. Признайте их и не забывайте принимать эту похвалу. И помните правило. Не похвальшь себя сам, не похвалит никто другой. Осознайте, чего вы уже достигли, в чем вы уже молодцы. Также девятка кубков рекомендует сегодня провести время в хорошей атмосфере обстановки. Создать эту атмосферу и обстановку. Будь то любимое занятие, либо любимый круг людей. Тельцы. Пятнадцатый Аркан Дьявол рекомендует вам сегодня быть честным самим собой в плане осознания своих желаний. Чего вы истинно желаете, чего вы истинно хотите. Вот что сидит в вас такое, а вы не выпускаете. Может быть, пора себе это позволить, либо как минимум признаться себе в этом, а не таить и пытаться играть во что-то другое. Также Аркан Дьявол рекомендует заняться здоровьем. По этому Аркану очень часто проигрываются важные события относительно здоровья. Что вы можете сделать для своего тела и организма уже сегодня? Близнецы. Седьмой Старший Аркан в сфере Пентакли, то есть в сфере стихии Земля, рекомендует подвести итоги того, чего вы уже достигли сегодня. Именно статистика, аналитика, что вы имеете на сегодняшний день. Возможно, не обязательно что-то менять, но семерка Пентакли как будто говорит, а ведь может быть лучше, а ведь можно исправить какие-то ошибки, а ведь можно делать дальше намного лучше. В чем вы можете совершенствоваться, где вам нужно подвести итоги. Араки. Тройка мечей рекомендует вам сегодня поставить точку. Это карта договоров, печати, договоренностей. Когда мы четко уже принимаем решение, отныне будет именно так. Плачь, не плачь, страдай, не страдай, тяни, не тяни. Вот точка поставили, а решение принято. Где вам пора поставить эту точку и принять решение? Где вы уже можете это сделать? Это даст вам старт многих-многих процессов. Как бы тяжело ни было, пора принять решение. Львы. Рыцарь Пентакли рекомендует вам сегодня быть максимально практичными, опираться только на результат. Возможно, сделать что-то для того, чтобы вырос ваш доход. Возможно, сконцентрироваться только на работе, только на деятельности. Делать то, что действительно полезно для вас, для вашей семьи, для вашего дохода, для вашего здоровья. Что такого полезного вы можете сделать сегодня? Не красивого, не интересного, а именно полезного. Вот это будет девиз вашего дня. Польза, польза, польза. Девы. Шестерка Пентакли рекомендует вам сегодня вкладывать свои инвестиции куда-либо. И шестерка Пентакли – это очень часто не просто денежные инвестиции, а качественное время. Например, вкладывать время и средства вам в обучение, в какие-то курсы, повышение квалификации. Возможно, в общение с важными для вас людьми, провести время с семьей. Куда вы можете уже сегодня инвестировать свое время, свою энергию, здоровье и ресурсы для того, чтобы это дало в дальнейшем плоды. И также, девы, важно сегодня обязательно реагировать на любую просьбу о помощи в вашу сторону. Это тоже может быть инвестиция на будущее. Весы. Восьмерка Пентакли рекомендует сегодня совершенствоваться в своем деле. Если вы мастер в каком-то деле, в какой-то профессии, сделайте сегодня что-то, что сделает ваши навыки лучше, повысит ваш уровень. А также Восьмерка Пентакли рекомендует не забывать периодически навести порядки. В своей жизни, в своем шкафу, на своем рабочем столе, в своей деятельности, бизнесе. Возможно, в каких-то даже небольших процессах. Где вы сегодня уже можете навести порядок, скорпионы. Шестерка кубков. Время праздника, наконец-то, да? Порадоваться, провести приятное время. Вот очень-очень важная для вас рекомендация. Видите, что на этой карте во всех кубках полны-полно цветов. То есть кубки наполнены. Вот наполните себя сегодня. Если уж вы не знаете, как себя порадовать, купите себе сегодня цветы. Либо посмотрите на цветы. Радость, приятное времяпрепровождение, хорошее настроение, еда, музыка. Что вас может сегодня порадовать? Обязательно это сегодня используйте. Стрельцы. Король Жезлов рекомендует вам сегодня контролировать очень-очень многие процессы. И ставить глобальные цели. Возможно, на месяц, на год или даже на большие какие-то перспективы. Что вы уже сегодня можете спланировать? Что такого глобального важно для вас действительно сегодня уже осознать? Король Жезлов также рекомендует не скрывать себя. А настаивать на своем. Настаивать на правоте. Настаивать на своем слове. Иногда крайне важно вовремя отставить свою позицию. Козерог. Тройка Жезлов говорит, будь открыт к новым экспериментам. Попробуй. Почему нет? Новые горизонты, новые места, новые люди, новые рынки, новая аудитория. Почему нет? Путешествия, либо какой-то новый опыт. Это всегда интересно. Это всегда может быть новой чередой возможности. Если у вас есть страх, если у вас есть сомнения, если есть чувство, что вы не готовы, вспомните, зачем, почему вы можете это делать и что это в итоге может вам дать. Водолей. Восьмерка Жезлов рекомендует вам в течение дня делать все просто шаг за шагом. Просто следовать инструкции, следовать плану. Вот тот план, который у вас был на день, просто следуйте ему. Если уж плана нет, тогда делаем одно дело за другим. И обязательно, ни в коем случае не находиться без дела. Восьмерка Жезлов любит эту активность и деятельность. И она помогает потратить свое время и энергию на качественные задачи. Поэтому точно не сидим без дела, чем тогда занимаемся, чтобы энергия тратилась на полезные задачи. И рыбы. Десятка пентаклей. Рекомендую сегодня довести до конца какие-то дела, которые вы очень давно откладывали. Да, вот какие-то детали, мелочи, может быть, не глобальные задачи, но вот небольшие цели и вопросы сегодня закрыть и решить. Провести время с семьей, провести время так, чтобы вы почувствовали наполнение. Успокоиться, остановиться, осознать себя целостным, осознать, что все уже есть на местах. Потом успеете завоевать новый мир. А пока наслаждайтесь тем, что имеете. Хорошего дня! Просыпайтесь, дорогие друзья! И после того, как мы послушали советы звезд, можно, я считаю, смело идти покорять новые вершины. Например, научиться стрелять из лука. Смотрим нашу следующую рубрику про спорт. Здравствуйте! В эфире программа «Время спорта» и с вами Екатерина Крамер. Мы находимся в Голицынской школе номер один, чтобы узнать все особенности стрельбы из лука. А поможет нам в этом тренер Андрей Викторович. Расскажите, пожалуйста, нужна ли специальная физическая подготовка, чтобы научиться стрелять из лука? Ну, изначально все дети приходят для того, чтобы получить эту физическую подготовку. И в зависимости от уже самого ребенка, который к нам приходит, мы ставим определенную программу физической подготовки и готовим спортсмена уже к самой стрельбе. То есть изначально основная нагрузка на спортсмена, на ребенка, который приходит, это именно общая физическая подготовка. Ну и в процессе уже подводка в техническом плане, постановка самого спортсмена и подготовка к выстрелу как таковому целому из лука. Давайте поговорим о спортивном снаряжении. Я слышала, что бывают разные разновидности лука и стрел. Да. В основном мы преподаем изначально, когда приходят дети, это олимпийскую программу, то есть это классический лук. Также в процессе подготовки, в зависимости от возможности самого спортсмена, либо его тренировочной подготовленности, мы либо переводим, либо изначально сразу ставим детей на блочный лук. Блочный лук не входит в олимпийскую программу, поэтому мы стараемся в основном все же всех детей, которые приходят, ставить на классический лук. Также есть, но мы этого не тренируем, есть традиционные виды стрельбы из лука, это 3D, даже многих не назову, там, кюдо, но мы их не преподаем. То есть мы преподаем именно профессиональную подготовку спортсменов, вот, скажем так, детского возраста, начиная с 10 лет, и пока человек может заниматься данным видом спорта. А можете провести мне небольшой мастер-класс по стрельбе из лука? Ну, конечно, да, с удовольствием. Значит, и вешаю сюда. На поезд, да, отцепляется, чуть-чуть назад, да, отлично. Вот так. Так, стрелы. Стрелы. А вот чем-то отличаются, кстати, стрелы? Да, конечно. Есть, допустим, вот эти, в которые мы стреляем, мы их используем в основном в зимний период времени, когда мы стреляем в помещении. То есть они более тяжелые, сами по себе, не требуют такой баллистики, именно связанной с ветром. И если с ними стрелять летом, то ветер просто их вздунет. Есть карбоновые стрелы, то есть это уже профессиональные. Они более, наверное, стойкие, да? Они, во-первых, более стойкие сами по себе, ну, ломается все, если уж проще говорить. Но данная стрела, она легче сама по себе и обладает большими аэродинамическими свойствами. За счет этого ее меньше сносит при неблагоприятных погодных условиях. То есть если, опять же, ветреная погода, то их меньше снесет, чем вот эти стрелы. Но на более короткую дистанцию, то есть на 18 метров, то, что у нас дети в самом деле стреляют, эти стрелы лучше. Понятно. То есть они потому что больше, они задевают габариты, то есть цепляют. У нас, если считается, что если мы хоть чуть-чуть задеваем габариты, то попадание считается в большую сторону. А расскажите, из какого лука я буду стрелять? Или, может быть, по порядку, какой самый-самый продвинутый, наверное? Ну, здесь вот эти два лука, они считаются самыми продвинутыми. То есть, конечно, не самые последние модификации есть еще выше, но ценовая, скажем так, категория у них одна. Это блочный лук. Как я уже рассказывал, он в олимпийской программе не участвует. Поэтому он изначально, его придумывали для охоты. Ну и как многие знают, что чтобы как-то популяризировать какую-то продукцию, особенно если является это какой-то спортивный инвентарь, то проще всего через спорт. Соответственно, блочный лук изначально, как повторюсь уже, да, он был придуман для охоты. Ну и как реклама дополнительная, чтобы не отдельно вывешивать плакаты, тем более люди не понимают ничего. Ну и он развился в виде спорта как отдельный, можно сказать, подвид стрельбы из лука. Данный лук является классический, олимпикой еще по-другому называют. То есть можно на олимпийские игры? Да, с этим луком можно выступать на олимпийских играх. В принципе, если по-хорошему брать, то вот эта вот рукоятка конкретно, это была моя рукоятка. Я с ней, если найти мои старые фотографии, именно вот эта рукоятка участвовала на олимпийских играх в Пекине в 2008 году. А, то есть это даже такой раритетный, можно сказать. Да, да. Ну, понятное дело, что плечи чуть-чуть легче. То есть плечи тоже отличаются по натяжению. Если есть, опять же, допустимые нормы. В блочном луке максимум усиления должно быть 60 фунтов натяжения. В классическом луке ограничений нет, но нужно понимать и логически строить спочку, что человек 60 фунтов просто их не натянет, не удержит, по крайней мере, в долгом времени. И с учетом того, что мы стреляем достаточно много, количество выстрелов большой. В среднем это дети делают, которые сейчас тренируются 150-180 выстрелов в день за тренировку. Мы стреляли, когда я готовился к Олимпийской игре, это 500-600 даже бывали дни, когда мы стреляли по 700 выстрелов. При моем усилении лука это 23,5 килограмма. Не вес лука, а именно натяжение лука. Это порядка 13 тонн. То есть я за день тренировки только одной правой рукой натягивал. Плюс еще вес лука у меня был в сборной самый тяжелый лук. Он весил только просто вес сам лука 4,5 килограмма по весу. То есть плюс еще поднять лук это еще несколько тонн. За тренировку. Это достаточно, мне кажется, да? Ну достаточно много, да. Ну и в принципе от этого и формируется сам результат. Ну как в любом виде спорта, труд и усердие рождает результат. И самый простой, как я понимаю, это вот тест. Да, и с этого лука, да, у нас начинают все дети, которые приходят на стрельбу из лука, потому что он сейчас расслаблен максимально, у него сила натяжения достаточно маленькая. С ним может справиться как бы любой ребенок, сами видите. Но за человек, который никогда этого не делал, даже ему, даже взрослому человеку достаточно усиленно, будет достаточно сложно его натянуть. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Я готова. Изначально мы встаем так, чтобы у нас ноги были параллельно и линия проходила между ног. Между ног и стопы параллельно. Вытягиваем ручки в стороны. Да, выше, 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 вот, хорошо. Голову поворачиваем в сторону щита, здесь правую руку сгибаем в локте и подводим к голове. Локоточек у нас тоже на уровне чуть выше плеча, то есть он не должен смотреть вниз и не слишком высоко, то есть на уровне. Держим мы, опускаем руки. Это называется основная стойка. То есть с этого мы все начинаем. Берем мы тетиву тремя пальцами, то есть мы стрелу саму не держим, она идет следом. То есть если мы заряжаем стрелу в гнездо, так называемый, то даже можно не держать, она пойдет следом. Ясно. И то есть когда отпускается, она сама... Да, вот у детей возникает ошибка, они берут, зажимают стрелу пальцами здесь и когда начинают натягивать, у них падает стрела. И в этот момент либо у нас стрела улетает мимо щита, ну, конечно, не в человеку, у нас никаких еще случаев не было, это же опять техника безопасности. Самое простое, это именно чуть-чуть больше пальчики расставить, расстояние небольшое, чтобы не зажимать стрелу. Есть еще один способ, это опять же из подготовки самого спортсмена. Очень часто у нас дети нижними пальцами подпирают стрелу, а верхним нет. В этот момент, когда натягивают, тоже стрела слетает. Понятно. Поэтому для вас, именно что я сейчас порекомендую, указательный пальчик с гибами фаланговых пальцами положить, а здесь оставить небольшое расстояние. Понятно, хорошо. То есть в этот момент, даже если я натяну, даже если я лук наклоню, у меня, видите, стрела держится, никуда не падает. Учту. Вот, это, да, это вот самый простой момент. Потом следующее, не нужно бояться тетивы, вам она ничего не сделает. Вот именно вот это, да? Многие пытаются, ну, натянуть и натягивают, вот так вот боятся, смотрят. Ваша задача натянуть тетиву до головы, то есть прижать ее достаточно плотно. И когда мы сделаем выстрел, нужно просто расслабить фаланги пальцев, и стрела улетит. Понятно. Процесс прицеливания тоже достаточно прост. Изначально вы просто натягиваете, встаете, потом смотрите вот на эту мушку, на красненькую точку. И направляете в центр мишени, да? Левой рукой теперь, левой рукой мы берем лук здесь, да, тремя пальцами, тремя, тремя, тремя. Большой пальчик мы убираем, просто делаем крючок, просто крючочек, да. Еще одна просьба, лук без стрелы не отпускать, то есть выстрел не делать без стрелы. Понятно. Потому что инерция тетива настолько высокая, при холостом выстреле лук может сломаться. Вот, поэтому вытягиваем левый вперед, локоточек чуть-чуть выше, и натягиваем до... Натягиваем не больше, не больше. Как можно, да? Да, да. Еще больше, да? Да, вот и голове, тетиво прижимаем в голове, так, чуть меньше. Поменьше? Вот так? Да. Все. Достаточно легко. Понятно. То есть прямо до подбородка не бояться. Касание. Должно быть прямо касание, вы не бойтесь. Понятно. Направляющее перо нужно всегда заряжать к себе. Потому что при вылете, видите, у нас два пера вот этих, которые, они начинают гладить лук. То есть они не задевают. Если мы развернем, в обратную сторону зарядим, то, видите, уже кто-то разворачивал, срезало перо. Понятно. То есть стрела ударяется о лук и, соответственно, стрела начинает. Либо улетает, либо отрывается перо, либо еще что-то происходит. Так. Левую вытягиваем вперед. Вперед, локоточек выше. И тетиву до подбородка. Натягиваем. Локоточек выше. Так, отлично. И делаем выстрел. Так, а руку вот эту я отпускаю, да? Вот эту отпускаете, да. Так, все, делаю, да? Чуть-чуть ниже, да? Ниже. Я испугалась. Спасибо, Андрей Викторович. А с вами была Екатерина Крамор. Занимайтесь спортом. Денис. Да. Вот как все-таки наша жизнь несправедлива? Ну вот почему, если платье красивое, то оно обязательно неудобное? Мне вообще, знаешь, как-то не везет вот с большей частью вещей в моем гардеробе. У меня столько красивых платьев, но они, в некоторых, совершенно невозможно ходить. Я тебе объясню. Объясни. Потому что ты и большинство женщин при выборе одежды руководствуетесь внешним видом этой одежды, модой, стилем, но редко обращаете внимание на состав тканей. Да. Вот я, например, предпочитаю одежду только из натуральных тканей. И мне, ну честно тебе скажу, особого значения для меня не имеет, как она выглядит эта одежда. Модная она, стильная. Главное, чтобы она была удобная для меня и чтобы она мне не причиняла дискомфорта. А ведь ненатуральные ткани, они действительно причиняют дискомфорт. Их носить неудобно. И что немаловажно, если, например, в жару надеть на себя какую-нибудь вещь из синтетики, это вообще может причинить вред здоровью. Ты можешь себе представить? Да ты что. Так что на это внимание надо обращать очень серьезно, Полина. А я знаю, что у нас есть сюжет, который подготовила моя тезка Полина Бахова. И она нам сейчас подробно расскажет, как выбирать летние ткани. Надоели избитые модели платьев в магазине? Выбираете себе отрез летней ткани. Вуаля, эксклюзивный наряд готов. Дышащие, летящие, приятные к телу. Одним словом, натуральные. Именно таким тканям отдают предпочтение городские модницы в летний период. Всегда большим спросом у нас пользуются натуральные ткани. Это штапель, это 50% вискозы и 50% хлопка. Например, такой принт, как большие цветы, тюльпаны. Яркие неоновые цвета, большие принты, природные мотивы, цветы, листья. Окрас диких животных – фавориты этого лета. Необычный цвет, пара строчек и эксклюзивный наряд готов, говорят специалисты. Вот это, например, ткань плесе. Яркая, желтая, с блеском. Можно сшить как и юбку, так и платье. Шьется очень легко. Можно здесь просто поставить какую-то резиночку, завязочку, и у вас готовое платье под поясок. И вот такой прекрасный летний наряд. А вот синтетику носить летом точно не стоит. Бифлекс, неопрен, капрон, лавсан не пропускают воздух, замедляют обмен веществ и могут нанести немалый вред здоровью при ношении в жару. В такое время лучше шить одежду из льна – короля летних тканей. Лен влагоотталкивающий, то есть в нем не будете потеть. А лен абсолютно натуральный, он гипоаллергенный. Единственный его, конечно же, минус – это мятый вид. Но иногда это придает определенный лоск. Натуральный шелк тоже не навредит. Только действительно качественный материал стоит недешево. Обратите внимание, какие сейчас есть красивые ткани, купонные, роскошные. Это органза, стопроцентный шелк. Легкая, воздушная, прозрачная. Это дольчик габана. После карантина на улице вышли пижамы, футболки и толстовки больших размеров. Домашняя одежда стала модной в повседневной жизни. Для нее лучше использовать тонкий трикотаж. Морская тематика актуальна во все времена. В этом году было в марте шоу Жан-Поле Готье. И он, видимо, вдохновил всех нас на эту темно-синюю полоску. Ее можно кроить как и по долевой, так и по поперечной. Впереди еще много летнего солнца и тепла. А значит, еще можно успеть выбрать подходящую ткань, взять в руки ножницы, иголку. И вы неподражаемы в любом наряде. Все, Денис, в эти же выходные провожу ревизию шкафа и все ненатуральные вещи вон. Все выбрасываю и тогда можно будет отправиться в магазин за покупкой нового гардероба. Ох уж эти женщины, они всегда найдут повод, чтобы обновить свой гардероб. И в данном случае этот повод, ну хотя бы, по крайней мере, действительно правильный. От вещей из ненатуральных тканей лучше избавиться, дорогие мои. Предпочитайте натуральные материалы в одежде. Ну что, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Это был утренний эфир на телеканале ОТВ. 22 июня 2022 год. Не забываем, что сегодня день памяти и скорби. Не забываем об этом. Никогда не имеем права это забыть с вами. Надо помнить об этом всегда. Но, тем не менее, жизнь наша продолжается. А я надеюсь, что сегодняшний день вы проживете в приподнятом настроении. И скромно рассчитываю, что в этом поспособствовали мы с Полиной. Ну а увидимся мы с вами завтра ровно в 8 утра. Время и место прежний. Телеканал ОТВ, программа «Про утро». Пока. До завтра, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин